Ну, посмотрим на результаты. Я тоже думаю, что они легко предсказуемы по разным причинам. Но что касается Херсона и Запорожской области, знаете, ну, как-то можно сказать, конечно, что они недавно вместе с нами. На самом деле, как бы, они с нами были всегда. И не было бы никого ни Херсона, ни Мелитополя, и ни Запорожья, и ни Днепропетровска, и ни Одессы, и ни Харькова не было бы никакого, если бы не было бы России. Потому что все эти территории в свое время как раз составляли Новороссию, а еще раньше, как бы, да, единым целым с нами была и вся остальная территория Украины, да, города все эти построены при российских императорах, да, и века общей жизни нас объединяет. Потому что кто эти люди, которые появились вот в этих степях когда-то? Это русские люди, которые приехали, значит, с севера, с востока, вот, которые заселяли эти территории, потому что была такая, была такая государственная политика, в первую очередь, там, в Российской империи, но и впоследствии эти территории активно развивались и советской властью. Вот, и вот последние только, так сказать, 30 лет после распада, но стали, на мой взгляд, аномалией исторической, по большому счету, да, вот, а не закономерностью, вот, так как с момента их присоединения и освоения они никогда, как бы, не были чем-то чуждым. Вот, к сожалению, да, наш большой подарок, что называется, украинскому народу, точнее, украинской политической элиты в виде территории бывшей Украинской ССР, он не был оценен теми, кто, значит, определял, и раньше определяет теперь, вот, курс постсоветской Украины, да, вместо того, чтобы жить и радоваться, вот, они начали, начали, как бы, фактически политику создания на Украине антироссии. И еще раз подчеркну, я много раз говорил, но, тем не менее, разговоры о том, что это началось с 2014 года, это ложь, началось это буквально сразу после распада страны, ну, Советского Союза, вот, а какие-то процессы, как бы, имели место даже и в перестроечном Советском Союзе, вот, но, тем не менее, если вернуться к перспективам, да, я думаю, что результаты, они будут очевидными, плюс-минус, там, так сказать, как, там, 10-15%, да, это первое. Второе, что касается проведения референдума, ну, технически, я думаю, бы проведен, хотя, конечно, провокации, ну, гарантированно будут. Но сегодня уже с утра сообщение, что и Горловка, и Донецк под обстрелом, и те же натовские калибры летят в сторону жителей Донецка, Луганска, Запорожья и Херсонщина. Ну, провокации гарантированно будут, но, тем не менее, на самом деле, это тоже такая бессильная злоба в определенном смысле, потому что референдумы все равно будут проведены. В дальнейшем, да, действительно, присоединение этих территорий будет оформлено достаточно быстро, насколько я понимаю, и Госдума и Совет Федерации, как бы, там, явно тянуть не будут. Вот, и, в общем, эта территория станет территорией Российской Федерации. Вот, я лично считаю, да, тоже к вопросу, там, о каких-то, там, знаете, нормах, ненормах, я уже обрисовал исторический контекст всего этого, и он всем хорошо понятен. Еще раз повторяю, да, это земли, которые испокон века были русскими, российскими, вот, и я думаю, что исторические, вот эта историческая аномалия в виде, в виде того, что случилось на Украине, где начали выстраивать какую-то осознанную антироссию, вот она, да, ни к чему иному, кроме как к войне, привести не могла. И, к сожалению, западные кураторы всего этого проекта, они к этому делу, к этому делу все и вели. Что мы в результате, как минимум, получаем? Получаем, так сказать, достаточно большую территорию, сухопутный путь в Крым, внутреннее Азовское море, вот, ну, а дальше вообще, как бы, посмотрим, да. Ну, и достаточно большое количество людей, которые, ну, я думаю, что очень лояльно относятся к тому, что называется, так сказать, российское государство. Ну, вот так вот, как будет проходить, посмотрим. Да, ну, референдумы идут, власти ДНР уже заявили, что, несмотря на провокации, все будет проведено в рамках законодательства, в том числе российского и по международным всем правилам. По поводу, вы сказали, что российские императоры осваивали, отстраивали эти земли, я напомню, что вся страна, весь Советский Союз восстанавливал эти города после того, как, скажем так, предки тех укронацистов, которые сейчас бомбят Донбасс, размолотили тот же Харьков, тот же Донецк, просто смели с лица земли. И сегодня глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь к жителям, поздравляя их с началом референдума, напомнил, я, честно говоря, не знал о директиве Гитлера, шахтеров в плен не брать, потому что они все равно будут мстить нацистам. Ну, вот так и мы видим, последние 8 лет так и происходит. Донбасс ни на кого не нападал, ни на кого не нападал, ничего не захватывал, он только отвоевывал свое право считаться русской территорией. Ну, вообще, я думаю, что русские это вот как магнит, они всегда притягиваются друг к другу, и причины вот этого магнетизма в науке пока еще не описаны, но я думаю, что исторически так сложилось, ну, этого уже не изменить никому. Ну, посмотрим, изменить, не изменить, я бы, честно говоря, тоже так вот особо оптимистично к этому не относился, в том плане, что мы видим, как за 30 лет, в общем-то, из русских людей удалось таки сделать откровенно не русских, знаете, как Янычара, которых когда-то Османская империя, значит, захватывала в плен детьми и воспитывала из них самых яростных ненавистников своей, как бы, родины, да. Это вопрос работы, это вопрос работы, да. А чтобы эта работа была эффективной, да, надо ко всем этим вопросам подходить грамотно, правильно оценивать перспективы, выстраивать соответствующие ресурсы и, так сказать, все, что с этим связано. То есть надо вообще, ну, как бы, включать голову и думать на будущее. Вот, например, скажем, как это надо сейчас сделать по вопросу той же самой частичной мобилизации. Кстати, вот завтра в три часа будет передача «Война и мир», где мы с Алексеем Леонковым, как раз, вот, подробно разбираем там все вопросы частичной мобилизации, достаточно интересно, на мой взгляд, поэтому. Поэтому слушайте, да, ну, первое и главное, что я хотел бы еще раз повторить, я об этом говорил вчера на радио, говорил, так сказать, у Соловьева Владимира в этом, в вечернем, там, ток-шоу. Вот, еще раз хочу повторить, да, один из главных вопросов, вот эта группировка, которая будет формироваться, да, она должна быть полностью обеспечена всем, что нужно для выполнения, как бы, тех задач, которые перед ней стоят. И если сейчас мы имеем, например, какие-то проблемы с обеспечением тех 200 тысяч, которые находятся в зоне действия конфликта, а я об этом знаю, так сказать, не понаслышке, да, и, опять же, понимаете, желать победы не значит вешать друг другу лапшу на уши, это тоже важно, да, там есть проблемы, они есть, как бы, да, но тогда вопрос, как бы, да, если эти проблемы не решены еще здесь, то вопрос, как будут они решаться с этой новой группировкой, да, и я думаю, что этот вопрос надо поднимать. В противном случае опять те, кто замыливает вот эти темы, как бы, да, они опять скажут, так сказать, что, ну, все хорошо, все замечательно, все прекрасно, да, вот, а в итоге дело в том, что проблемы у тех, кто призван, они в общественном мнении отзовутся гораздо сильнее, чем проблемы у добровольцев, условно говоря, даже, или даже у профессиональных военных. И мне кажется, здесь есть один очень серьезный момент, о котором мы и раньше говорили, но сейчас это становится просто, ну, жизненно важно. Есть проблема, при которой, да, вот президент Путин встречался с представителями военно-промышленного комплекса, военно-промышленный комплекс переходит, вернее, уже перешел и будет переходить на более, так сказать, напряженный ритм работы, Но это упирается в абсолютно несоответствующую реальности финансовую систему, абсолютно несоответствующую реальности. Не получится сделать так, чтобы финансисты жили так, как будто бы они живут еще там до 24 февраля или даже до 2014 года, а оборонная промышленность будет работать так, как будто бы она работала во время Великой Отечественной. Не получится так. У меня такое впечатление, что часть финансово-экономического блока, она просто включает дурака, это такая вот итальянская забастовка, что называется, да, так сказать, саботаж такой скрытый. Когда они говорят, а мы все делаем по закону, мы все делаем по закону, да, а в итоге, например, скажем, выполнение оборонных заказов, да, сталкивается с финансовыми трудностями, сталкивается с невозможностью получить кредиты, сталкивается с процедурами проведения вот этих вот конкурсов, да, по 44-му, по-моему, да, это называется ФЗ и так далее, и так далее. Так не пойдет. Так не пойдет. Эти люди, мне кажется, как бы или что-то недопонимают, или очень серьезно хотят, так сказать, очень серьезно хотят вот это все затормозить, и они недовольны тем, что происходит, да, и я не исключаю, что некоторые из них, как бы формально выполняя закон, на самом деле занимаются саботажем. То есть это, на мой взгляд, крайне важный момент, который необходимо будет преодолеть для того, чтобы добиться тех целей, которые поставлены в ходе, опять же, так сказать, той же самой частичной мобилизации, да, это первое. Второе, по самой этой частичной мобилизации, еще раз повторю, все-таки надо четко отдавать себе, значит, надо четко осознавать, что все-таки там нужны люди, имеющие опыт, имеющие, так сказать, соответствующие навыки и имеющие очень серьезную подготовку. Да, все они должны пройти переосределение медицинское в том числе, да, действительно, вот Министерство обороны, там сам министр обороны, как бы об этом говорил, об этом говорил представитель Госдумы по обороне Картополов, что призываться будут люди первой категории, да, что, значит, у них тут должен быть боевой опыт, но вот министр еще говорил про студентов, которым тоже не надо беспокоиться, хотя вот в указе об этом ни слова не сказано, да. В разъяснениях Министерства обороны, ну, тоже там все довольно туманно. Я к чему это говорю? Для того, чтобы не потерять доверие общества и сохранить стабильность, да, необходимы те слова, которые были произнесены, да, подкреплять реальными делами. То есть сказали, что, значит, будет так-то и так-то, там, условно говоря, там только люди первой категории, значит, так и надо делать. Сказали, что студенты, как бы, могут не беспокоиться, значит, так и надо делать. Сказали, что боевой опыт, да, это будет фактор, значит, так и надо делать. Потому что, еще раз повторю, там не нужны просто люди, иначе мы пойдем в ситуацию, в которую попадает та же самая украинская армия, а мы об этом регулярно рассказываем, да, когда они туда, так сказать, поставляют людей, которые, вообще, на самом деле, воевать не могут, не хотят и так далее. Там нужны действительно мотивированные, как бы, подготовленные бойцы, при всем при этом надо тоже понимать, что, раз уж вы сказали, что эти люди будут во втором эшелоне, там, прочее, то и это тоже надо соблюдать. Потому что любые потери и проблемы, которые будут с этими людьми возникать, они будут давать более серьезный общественный резонанс, чем, там, проблемы, там, с добровольцами, профессиональными военными. И все, что с этим связано, да, очень надеюсь, что, все-таки, все-таки, так оно в итоге и случится. По поводу боевого опыта, тоже вчера мы с коллегами обсуждали, я так вот предположил, что рядовой состав, боевой опыт такой вот массовый, это все-таки чеченская компания. А им уже за 40, то есть, они уже не призывны. Назывался сирийский разрез, но тоже там воевали контрактники, и там не такая большая корпировка. Вот что подразумевается под понятием боевой опыт? Ну, в том-то и дело, это вопрос, это вопрос не ко мне, как бы, и не к вам, это вопрос как раз Министерства обороны. А как вы собираетесь найти такое количество людей с боевым опытом? А если они не с боевым опытом, то как их довести до такого, так сказать, уровня, чтобы они действительно были к этому готовы? Это же не вопрос, так сказать, двух недель, одного месяца или даже полутора месяцев. Хотя, что касается контрактников, ну, они же как раз вот все контрактники, проходившие через Сирию, и рядовые, и сержанты, да, они как раз и есть, люди, находящиеся в запасе первой категории. Это Сирия, может быть, да, может быть, это там конфликт в Южной Осетии, может быть, это служба на наших миротворческих силах, там, условно говоря, в Таджикистане, там, в Армении. Вот, может быть, еще какие-то вещи тоже есть, да, здесь. Ну, да, Чечня уже в меньшей мере, вот, но, тем не менее, да, что-то еще, может быть, там такое остается. Вот, но здесь важно-то вот что. Важно то, что, еще раз повторю, как бы, да, это должны быть люди, соответствующие подготовкой. Вот, поэтому, ну, если уже сказали, тогда максимально, значит, делайте так, как вы сказали. В противном случае вылезут всевозможные косяки, как это было в марте со срочниками, когда люди на самом высоком уровне сказали, что срочники там не служат, потом вдруг выяснилось, что служат, и стали быстро, как бы, это самое, эту проблему решать. Но объяснили, что случайно попали. Но это не объяснение. Вот, если серьезно, для военного времени это не объяснение. Случайно, так сказать, за случайно бьют отчаянно. Вот, собственно, и все. Да, здесь все такие объяснения. Поэтому, как бы, ну, сказали, делайте. Вот, поэтому я очень надеюсь, что, ну, как бы, так оно все-таки и будет. Вот, и мы сможем, как бы, да, решить тоже соответствующие задачи. Еще раз говорю, мы вот в субботу, как раз завтра в 15.00 говорили об этом, будем говорить об этом с Алексеем Лянковым, да, в передаче «Война и мир», да, я думаю, что будет интересно. Срочники про срочников тоже говорили в Минобороны. Уже вот на следующей неделе, по-моему, будет объявлен указ президента о бассейном призыве 120 тысяч человек меньше, чем в прошлом году. В прошлом, по-моему, призывалось 127 с половиной тысяч. Ну, так или иначе, еще раз, в Минобороне подчеркнули, что срочники будут служить только на территории Российской Федерации. Ну, и хорошо, что подчеркнули. Я надеюсь, что там, как бы, за указом пошли какие-то приказы ДСП, что называется, для служебного пользования, в которых, по идее, было бы правильно вот все вот эти их высказывания там прописать на уровне, на уровне, так сказать, приказов, на уровне нормативов. А в противном случае, когда вот очень будет мутная рамка такая расплывчатая, ну, к сожалению, зная нашу реальность, я могу сказать, что во многих военкоматах будет просто гнать план там, да, и все, что с этим связано. Поэтому, я думаю, что ответственность здесь достаточно большая, ее доверие общества здесь крайне важно, его нельзя, так сказать, потерять. Ну, и, кроме всего прочего, там, ведь надо понимать, что тоже даже люди, отслужившие в армии, ну, их надо проверять по-новой, да, что там с ними, как там с ними, да, вообще они, так сказать, годные, негодные и так далее. Но я будем надеяться, что все именно так и будет. А самое-то главное, самое главное, чтобы, на самом деле, это принесло соответствующие результаты в конечном итоге, да, и чтобы это привело к... ...выполнению поставленных задач, да, с минимальными потерями. Вот, вот, вот что самое главное. То есть нужны успехи, да, нужны успехи, ну, не любой ценой, как бы, а успехи, которые, как бы, да, будут, как бы, соотнесены с затратами. И, кстати, здесь вот еще какой важен вопрос. Важен вопрос изменения тоже, значит, стратегии и тактики самой спецоперации. Потому что вот эти странные такие, странные такие заходы, когда мы, значит, не бомбим инфраструктуру, когда мы не наносим удар, так сказать, по центрам принятия решений хотя бы на территории Украины, когда мы не предпринимаем действий, которые вроде как, ну, просто напрашиваются, вот, а это вызывает вопросы. Вот, а теперь, когда объявлена мобилизация частично, это будет вызывать вопросов еще больше, еще больше, да, когда мы, так сказать, допустили ситуацию, при которой НАТО смогло наладить просто коридор поставок на Украину и военной техники, и ГСМа, и оборудование, и снаряжение, и боеприпасов, и готовят там где-то людей и прочее, прочее. Вот, теперь, на мой взгляд, вообще все эти разговоры про какую-то такую, знаете, нежную гуманность, на мой взгляд, они должны отойти назад. Если вы очень добрые, не надо было начинать. Вот, вот и все. Ну, наш верховный главнокомендующий совсем недавно говорил, что спецоперация идет по плану, с некими корректировками уже там Генштаб принимает решение, как действовать. По поводу ударов по центрам принятия решений, ну, согласен, пока вот не слышал я ни одного такого громкого ударов. Ну, вот и никто не слышал, вот и никто не слышал, а раз уж сказали, как бы, еще раз говорю, надо делать, тем более, раз уж вы уже призываете людей из резерва, вот, тут уже, ну, вопросов, вопросы, как бы, будут, они гораздо более остро стоять, это совершенно очевидно. Ну, кстати говоря, что касается призыва, ну, я вот думаю, что это результаты от этого, ну, они могут появиться не раньше, чем месяца, через полтора-два, а то, может быть, даже и больше, вот, поэтому тоже это надо осознавать. То есть, чем сейчас вот эту в тысячу километров линию соприкосновения закрывать? Ну, во-первых, чем закрывать, во-вторых, да, вот, передать под их контроль, видимо, ту территорию, которая уже находится сейчас, а с этой территорией высвободить эти силы, которые сейчас, да, ее контролируют, да, создать, создать, как бы, надежный тыл тем, кто находится на линии соприкосновения и непосредственно участвует в самых таких жарких боевых действиях, вот, плюс прикрыть границы, потому что мы видим, что атаки на Белогородскую, Курскую, приграничные районы, как бы, да, они практически регулярно стали носить характер. Ну, и изменение тактики. Да, ну, наши слушатели, кстати, пишут, что нужно закрывать не только фронт, но и тыл, финансовый тыл, то, что вы сказали, непонимание у вас, да, итальянская забастовка в экономическом и финансовом блоке, что, ну, как, пишут, что и будут дальше разводить руками. Кстати, плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шесть три, шесть три, это WhatsApp, Telegram. Я хочу напомнить, что не только с финансами, ну, могут быть некоторые сложности. Недаром Госдума на днях приняла уголовную ответственность за срыв гособоронзаказа. Видимо, и там тоже, и президент проводил совещание. Там тоже проблема. То, что он проводил совещание, это хорошо, вот, но вот срыв гособоронзаказа, да, ведь, мне кажется, там многие вещи коренятся в тех процедурах, которые установлены законом. Там, опять же, вот, я говорю, здесь саботаж, он может иметь характер такой очень странный, да, когда люди вам будут говорить, я все делаю по закону, и вы будете проверять, и он, правда, все делает по закону, да, но в результате, например, скажем, конкурс, да, затягивается на несколько месяцев или, скажем, побеждает в конкурсе не тот, кто лучше, а тот, кто лучше пролоббировал свои интересы. Таких же случаев и с гособоронзаказом огромное количество. Все вот эти конкурсы, тендеры вроде бы когда-то все это придумывали из самых лучших побуждений, но зачастую, как бы, да, приводят к результату обратному, тем более сейчас, сейчас, когда есть гораздо более сложные ситуации, да, к этому, мне кажется, надо отнестись более внимательно. Ну, мы говорили, да, что Киев всеми силами будет пытаться сорвать референдум, чтобы, ну, какие-то итоги поставить под сомнение, и вчера было много сообщений, что готовится какая-то ударная группировка ВСУ для какого-то массированного удара, но пока, пока все спокойно. Так или иначе, последствия, которые принесут референдумы в ЛНР, ДНР, в Херсонско-Запорожской областях, для этих территорий, для России и для, ну, наверное, Европы? Для этих территорий, для России, я уже сказал, как бы, да, но вернее, как я сейчас немножко к этому чуть позже вернусь, да, что касается, что касается вообще реакции, там, Киева, Запада, у меня такое впечатление, что, в общем, они не очень были готовы к тому, что мы действительно пойдем на эти референдумы, ну, и плюс они, мне кажется, совсем были не готовы к тому, что будет объявлена частичная мобилизация, то есть они были уверены, что это, так сказать, это все такой блеф, по большому счету. Хотя, если честно, я вот уже говорил об этом, и я и сейчас могу сказать, что я тоже считал, что мер воздействия, которые могли быть еще предварять мобилизацию, их было достаточно, еще достаточно много. Но, тем не менее, решение принято, оно будет реализовываться. Но вот что предпримет по этому поводу Запад, есть ощущение, что у них такая определенная растерянность, сейчас они просто констатируют факт, вот, почему? Потому что они, например, скажем, вот этот сам по себе факт проведения референдумов, да, они, как бы, ставили в качестве некой абсолютно такой, так сказать, невозможной вещи, потому что они верили, после этого невозможно будет переговора. Переговоры после этого будут невозможные, и Зеленский все время говорил, что переговоры будут невозможные, и так далее, и так далее, вот, а им, видимо, казалось, что это остановит российскую сторону, как бы, да, она не будет дальше двигаться. И плюс вот эта вот контратака на Харьковском направлении, да, где они действительно добились определенного успеха, вот, видимо, их убедило в том, что все это, что все это, скорее всего, не будет реализовано. Тем не менее, это политическое решение, как бы, да, сейчас реализуется, и у меня есть ощущение, что они, Запад пока вот будет думать, он не знает, что ему в этом отношении предпонять. Ну, там еще какой-то новый пакет санкций рассматривать. Пакет санкций, понятно, но пакет санкций, в данном случае, он не решит проблему, да, то есть вопрос там, а что вообще дальше делать на украинском направлении? Интересно, кстати, что сегодня появились, вернее, вчера еще появились, да, заявления, например, китайцев, индийцев, что вот, мол, да, неплохо бы переговоры какие-нибудь, так сказать, устроить по Украине, вот. А с кем переговорить? Ну, вот, это другой вопрос, да, с кем, главное о чем, главное о чем, да, на мой взгляд, как раз американцы и англичане загнали ситуацию в такое положение, что как раз переговоры и невозможны были, в конце концов, переговоры ведь были уже один раз в Стамбуле, да, можно было о чем-то договориться, наверное, можно, вот, но в итоге украинская сторона все это дело слила, вот, поэтому сейчас будет формироваться новая политическая реальность, фактически, да, после этих вещей, потому что Россия демонстрирует тот факт, что угрозы по поводу переговоров, что-нибудь невозможно, да, не остановили проведение референдумов, вот, и само по себе проведение, оно еще, вот, подкрепляется этим самым указом о частичной мобилизации, вот. Что касается России, я еще раз говорю, да, во-первых, эти территории сами по себе, да, люди, которые там находятся, получат уверенность в том, что они не станут разменной монетой, а вот этот, вот, знаете, какой-то, какой-то, знаете, угроза каких-то закулисных договорников, она же ведь сопровождает всю эту историю, вообще эти договорники, это обычное для Украины дело, и, к сожалению, мы периодически тоже втягиваемся во все эти истории, например, скажем, у меня вот иногда возникает впечатление, что мы не наносим по Украине, по некоторым объектам инфраструктуры и промышленным предприятиям удары, потому что все равно эти предприятия как-то связаны с некоторыми нашими олигархами, знаете, это их такие, так сказать, свечные заводики, вот, которыми они там тоже владеют через там третьи, пятые, десятые руки. Я не утверждаю, что это так, но иногда такая информация проскальзывает, слухи такие есть, и это, кстати, тоже к вопросу о финансо-экономическом блоке и вообще о всех тех, кто цепляется, условно говоря, там за какую-то реальность 90-х, нулевых. Вот с этим делом надо заканчивать, когда я говорил о том, что надо, значит, менять тоже и тактику, и стратегию компании, я и это имел в виду, да, но вот для жителей там Донецка, Луганска и всех этих территорий, это будет все-таки сам по себе референдум, будет однозначно гарантией того, что они не станут жертвой договорняка подобного, ведь на самом деле тот же Минск-2, который тоже 8 лет мурышил всем мозги, вот, это и был тоже такой непонятный договорняк, потому что, в общем, мы сказали, да давайте так, вот теоретически они могут вернуться, но вот надо сделать такие небольшие, как бы, уступки, вот, с Конституцией и так далее. Кстати говоря, тогда ситуация была для Украины, ну, в разы мягче, просто в разы мягче, да, и они действительно имели реальный шанс вернуть себе те территории, которые тогда назывались ДНР и ЛНР, но они этого не сделали. Вот сейчас ситуация гораздо жестче, да, для них, и возникает вопрос, ну, вот, вообще, насколько они вообще осознают свои интересы и насколько они вообще самостоятельны в этом смысле. Так вот, для этих территорий, для этих людей это будет однозначно гарантией того, что они не станут, значит, фактором какого-то закулисного размена. Это важно для нас, еще раз говорю, ну, как минимум, как минимум, да, мы получаем Азовское внутреннее море, как бы, как минимум, сухопутный коридор в Крым, это усиление серьезное в этом самом Черноморском регионе, что будет дальше трудно сказать. Вот, конечно, если решать украинскую проблему радикально, то тут без дальнейшего продвижения не обойтись. Если, значит, иметь в виду некую остановку и переговоры, то это означает, что задача минимум, это все-таки отвоевание территорий, входящих в административные границы ДНР и ЛНР, как минимум, да. Но вообще-то еще, судя по всему, нужна будет некая зона безопасности для того, чтобы исключить обстрелы. Обстрелы, кстати говоря, и наши приграничные территории. Но эта зона должна быть все шире и шире, потому что НАТО поставляет все более дальнобойное дороже. Это должно быть минимум километров 200, на самом деле, да, не меньше. Ну, и эта задача очень сложная. Очень сложная, не надо себя, так сказать, в этом смысле обманывать. Я еще раз повторю, что моя позиция всегда была такая. Это надо было решать или в 2014 году, как бы, или сейчас, вот в феврале-марте, надо было сразу, как бы, уничтожать всю верхушку украинского государства. И тогда бы это решило. Может быть, история потекла по-другому. Но сейчас вот ситуация такая, конечно, есть. — Вы сказали, что у Киева был шанс зимой во время переговоров вернуть Донбасс. А у меня тогда встречный вопрос. А жители Донбасса готовы были вернуться к Киеву? — Нет, я не это сказал, Павел. — Нет, я спрашиваю вас. — Я сказал другое. Я сказал, что вот в марте велись с ними переговоры, но тогда переговоры велись уже не о Донбассе. Тогда переговоры велись о другом, вот, совсем. А прекращение военной операции, насколько я понимаю, в обмен на некие изменения внешнеполитического курса. А вот что касается Минских соглашений, то да, фактически там речь шла о том, чтобы вернуть, ну, там, почитать эти соглашения, вернуть, так сказать, ДНР, ЛНР, как бы вместе со всеми людьми, состав Украины. Но на неких таких особых автономных правах, вот, и с условиями изменения Конституции, что впоследствии нашей стороной предполагалось использовать для осуществления, там, собственного влияния внутри Украины, да. Но даже на это украинские власти не пошли. И тоже к вопросу о том, так сказать, что там, только хотели они мира или не хотели. Тоже часто этот спор насчет того, что они хотели мира, и, так сказать, ну, на самом деле, как бы во всем виноваты мы. Но вот еще раз напоминаю, у них был шанс мирным путем вернуть себе эти территории вместе с людьми. И мы были бы обязаны это выполнять, да. Но они этого не сделали. Не сделали и довели дело до активной фазы боевых действий. Что же касается самих людей, которые были в Донецке и Луганске, ну, конечно, они в основной своей массе возвращаться никуда не хотели. Это очевидно, да. Это очевидно, но как это не жестоко звучит, я думаю, что если бы Киев выполнил бы все условия Минских договоренностей, то пришлось бы возвращать. Ну, просто на условиях уже какой-то федерации или конфедерации это была бы тоже проблема. И да-да-да, об этом много говорили. Это вообще, так сказать, такое решение было половинчатое, несомненно. Но просто мне интересно, я вообще удивляюсь, если честно, почему, я тогда говорил об этом, я вообще удивляюсь, почему Киев не пошел на такой очевидный шаг, как формальное согласие, выполнение, возврат территории, а потом, условно говоря, через год, полтора или два, значит, потихоньку все отыграется в свою сторону. Ну, как он с Минскими соглашениями тянул. Да, да. Почему он не пошел на это? У меня ответ один, только один. На самом деле, Киев абсолютно не самостоятельный был. Ни при Порошенко, ни при Зеленском. А те, кто стояли за ним, в первую очередь, американцы, им не нужно было никакое выполнение Минских соглашений. И никакой Донбасс им не нужно. Им нужна была война, им нужно было то, что происходит сейчас, к сожалению. Но, чтобы зафиксировать свои, так сказать, дивиденды, как минимум, да, вот в том числе проводятся референдумы сейчас. Да, проводятся референдумы, с 27-го числа они завершаются, и уже по некоторым областям 28-го будут первые результаты. Сейчас прервемся и продолжим. По поводу, спросил, да, вас захотели бы жители Донбасса вернуться в Украину в той или иной автономии, так или иначе. Я просто посмотрел перепись населения, в 2001 году была всеукраинская перепись населения, в Донецкой области она тогда так называлась, проживало 4 миллиона 800 тысяч человек, из них только миллион 800 тысяч назвали себя русскими, то есть чуть больше третья. Уже в ДНР в 2019 году провели перепись, и 9 из 10 жителей назвали себя русскими. Вот такая трансформация произошла, ну, буквально за неполных два десятка лет. Ну, тут что касается переписи, то все мы понимаем, что как сказал один наш классик, так сказать, из прошлого, важно не как голосуют, а как считают. Вот, поэтому все эти переписи, все эти голосования, ну, давайте тоже, опять же, там, зудорака не включать, как бы, да, они очень серьезно зависят от политической ситуации, которая есть вокруг. Вот, и я, честно скажу, я не вижу большой нужды изображать какую-то сверхлегитимность нынешних референдумов, да, и, значит, в ожидании того, что их кто-то признает, да, если их нейтрально воспримут, там, такие страны, как Китай и Индия, уже будет вполне этого достаточно. А уж о каком-то там признании, там, вообще об этом речи даже не идет. Но что касается вот этих вот опросов, тут есть еще одна такая штука, помимо того, что результаты могут быть политически откорректированы, я имею в виду по национальному составу, есть, конечно, фактор давления. Есть фактор давления. Когда вы живете в стране, где вам там в течение там 20 тогда с лишним лет внушается, что русский это плохо, а украинец это хорошо, где вам говорят, что если ты станешь политическим украинцем, ты будешь иметь перспективы, где говорят, что если ты знаешь украинский язык, у тебя лучшее положение, как бы, да, например, скажем, с точки зрения карьеры на госслужбе, вот, что вообще русские это москали и все неправильно, но человек слаб. Надо понимать, что это, конечно, действует на мозге. Вот, и люди могут просто, ну, проявлять, что называется, слабость в этом смысле, да, и никуда от этого не денешься. Ну, как бы, один как раз из смысла всего происходящего, почему там события 14-го года назвали русской весной, это именно восстановление, восстановление, как бы, русскости как таковой, потому что людей, от людей требовали где-то прямо, где-то косвенно, да, отказаться от того, что они русские, отказаться от своего отца с матери, от своей истории, от своего языка, от всего остального. Вон-то в августе прошлого года Зеленский вообще сказал, да, что, типа, все русские могут убираться из Украины. Все, кто чувствует себя русские, могут убираться из Украины. А это была политикой, по большому счету, все 30 лет, а уж последние 8 лет однозначно. Если ты русский, так сказать, тебе здесь делать нечего, вали отсюда, да, несмотря на то, что, на самом деле, эта земля, она, ну, как бы, извечна, она присоединялась, строилась, развивалась с русскими, русские за нее кровь проливали и так далее, и так далее, да. Но, надо понимать, что в такой атмосфере, конечно, на многих это, на многим давит на мозги, и многие, и многие понимают, что, на самом деле, никакой такой демократии там нет и не было никогда, они предпочитают написать там, что в графе там, что он украинец, на всякий случай, вот и все. А сейчас, на мой взгляд, как раз такая ситуация, при которой можно, можно этого не скрывать. Тут, если человек искренне считает себя украинцем, он не станет писать, что он русский, потому что, ну, этого смысла нет. Там, потому что такого давления на понациальную признаку в России нет. Ну, это, понимаете, в России есть свои проблемы. В России их немало, да, и я думаю, что мы еще, так сказать, со многими из них столкнемся, в том числе и в контексте всей этой украинской истории. Но вот чего-то в России точно нет, так это вот ущемление по национальному признаку. Как на мой личный взгляд, наоборот, как бы русским уделяют недостаточно внимания. А чтобы еще кого-то там ущемляли, каких-то там украинцев, не знаю, не видел такого ни разу, честно скажу, ни разу не видел, чтобы кого-нибудь здесь вот ущемили по признаку того, что у тебя, например, там, условно, украинская фамилия. Тем более, что у нас вот через одного у всех украинские фамилии. И что? Это только подтверждает то, что, на самом деле, все это разделение, оно достаточно искусственное, и оно носит политический характер, идеологический, а не этнический, не культурный, как бы, да, не исторический, не религиозный. Но давление, с другой стороны, идет достаточно мощное. И киевские власти заявили, что те, кто примет участие в референдуме, и там уголовная статья, и все, и все, и срочно уезжать, чтобы не голосовать. Вот тут какая раз обратная ситуация. Ну, кто знает, не знаю, насчет того, что там срочно уезжайте. Я так скажу, для людей, которые находятся на этих территориях, мне кажется, это тоже момент однозначного выбора. У нас не будет другого выхода, кроме как эти территории оборонять, вот, а они поймут, тот, кто хочет жить в России, тот, значит, получает в этом смысле гарантию того, что Россия будет здесь, тот, кто категорически не хочет жить в России, да, вот, и не хочет мириться с ее законами, порядками, ну, если честно, тому, видимо, предоставляется возможность уехать из нее. Вот, на ту же самую Украину, как бы, да, там есть пункты пропуска и все, что с этим связано. Но какого-то такого прям мощнейшего потока отъезжающих я что-то не заметил. Я вот когда был, ездил в Херсон и Мелитополь, тут вот в июне, да, по этим, так сказать, по местам, что называется, боевой славы, я как раз видел огромную очередь в Россию оттуда, да, на этом самом, на перешейке, в Крым, вот, а так, чтобы прямо вот там, это самое, миллионами там или там сотнями тысячи уезжали на Украину, я не видел, в том числе потому, что люди, которые едут, между прочим, на Украину, там, они понимали, что там их, вообще, ничего такого особо, особо радостного, ничего их там не ждет, вот. Вот, так что, я думаю, что тут такая, тут момент выборов, да, он такой достаточно жесткий, но он исторический. — По поводу легитимности, вы сказали, что, ну, мнение Запада, я думаю, да, действительно уже нас не волнует, главное, чтобы признали Китай и Индия, по-моему, вы сказали. — Ну, они не признают, они просто сделают такое... — Дадут нейтральную оценку. — Нейтральное лицо сделают, да. — По опыту, как Крымской весны, да, то, что и мы, наблюдатели туда звали на выборы и наблюдателей, сейчас зовут на референдумы в Донбассе, Херсон и Запорожье. Но, по моему мнению, даже если пригласить всех наблюдателей мира на эти референдумы, Запад все равно сделает вид, скажет, ребята, мы ничего не знаем, это незаконно. — И не только Запад, просто ситуация, она такая, как гораздо более сложная. Например, тот же самый Китай. У него есть проблемы сепаратистского Тайваня. Поэтому Китай ко всем таким вот делам и референдумам и прочее, прочее, он относится очень так осторожно. Я думаю, что там не будет никаких там неодобрений, ничего. Даже могут быть, в общем, какие-то высказывания такие не очень для нас приятные. Потому что у них есть несколько проблем с сепаратизмом. Это, значит, Тайвань раз, это реально делившийся регион, за который вообще может война начаться, там, обозримые, там, 5-10 лет. Значит, Тибет два, тоже с ними Запад носится постоянно, там, Синдзян-Угурский, автономный район три, там, раньше еще была внутренняя Монголия, но с ней вроде как в последние годы все так это самое, все так более-менее. Поэтому они вообще, конечно, вот к этому всему очень осторожно относятся. Но, насколько я вижу, понимание всего того, что происходит у них есть как раз в контексте того, что им все-таки было бы невыгодно крайне, если бы, грубо говоря, Россия во всем этом деле проиграла. А чтобы Россия выиграла, Россия необходима какой-то более-менее очевидный успех. Так, кстати. Так, да.